Я сейчас хочу поломать дверь в кабинет. Я могу безбоязненно ломать, мне ничего не будет за это. Это же, естественно, порождение имущества. И что? Так я сейчас начну ломать, ногами бить. Человека топора позову. Меня остановят. Вы уверены в этом? Может мне надо попробовать? Как вы считаете? Я думаю, что Геннадий Анатольевич. Я хочу вам лично задать вопрос. Я знаю, что вы квалифицированный милиционер. Что будет наступным? Який кабинет наступный сломает? До кого наступного прийду? До вас, до меня, до него? В данном случае уже прошло. Это же была сессия. То есть, если бы нас пригласили, значит, надо зародить и так далее. То есть, если бы нас пригласили, то есть, если бы нас пригласили, то есть, если бы нас пригласили. Скажите мне, будь ласка, кто будет наступным? Можливо, Томилка сей жинки? Можливо, корреспондента, а я особисто, а его, а вашу? Нет. Там Бельтоменко, это... Ну, у нас был двор какого-то кабинета у вас там? Значит, сейчас, в СССР, в СССР, в СССР, в СССР. Уже працюю? Да. В СССР в СССР. В СССР. Я думаю, что жители города Полтавы могут спать спокойно, что и в домовки никто не придет софера вырубать. Вы уверены? Я уверен. Потому что нам уже нужно создать отряды самообороны, захищать свое майно, свои домовки. Я думаю, что если это гражданское пробование, то мы будем помогать. В данном случае, я считаю, что это эмоции. Какие эмоции? Нет, это факт. Но мы с вами разом видели Дюркову. Я не понял, что с таким министром, как сейчас Аваковым, и с таким президентом, как Порошенко, и министром, или главой уряда Силикона, что полтавцам не свитит безопасность, что нам нужно створить громадские формирования, захищать свои домовки, свои осили, свои життя самостоятельно. Но дело в том, что, Геннадий Анатольевич, я заметил, там двери повреждены уже больше года. Никаким депутатом народным они были. Слушайте, а вы себе не дозволяете пошкодживать двери? Не дозволяете? Нет. Я считаю, это плохо. Ну так давайте вчитесь чему-то. Врешу-решу. Такими подъями у нас и края для нас не залишится. Спасибо.